Если женщина не подавала на алименты, а потом вдруг решила, может ли она стрясти сумму за последние три года. Сегодня я ко мне приехал, приятель из Силиконовой долины рассказал такую историю, что вот в Америке, говорит, если вдруг оказалось, что у тебя есть ребенок 16 лет, и она не знала, а вдруг неожиданно сделал ДНК-тест и выяснил, что это твой ребенок, то ты должен алимент за 16 лет. Ну вот вопрос теперь, как в России это происходит. Потому что вопрос четко звучит так. Она не подавала на алименты, а потом вдруг решила, то есть она знала, что ты отец, да. И может ли она стрясти сумму за последние три года. То есть, ну, я так понимаю, что ребенку уже три года. А, кстати, был какой-то закон, по-моему, про максимальное... То есть если ребенку 10 лет, то все равно за три года она может... Что-то такое, я помню. Здесь это не то, что отдельный закон, это у нас прописано в Семейном кодексе. Алименты могут взыскиваться максимально в пределах срока исковой давности. Срок исковой давности в данной ситуации это как раз трехлетний срок общий. А, вот почему. Все ясно. Именно поэтому ограничение нижнего порога до подачи заявления о взыскании алиментов это три года. Касаемо того, может ли... Мне, если память не изменяет, там тоже мне еще прислали вопрос через мой канал в Телеграме. Там мы к ним еще вернемся. Там я тоже, по-моему, должен был об этом высказаться. Я там себе набросал по списку вопросов такой примерный шаблон ответов на них. Но досрочно скажем. В принципе, да, может при соблюдении нескольких обязательных условий. Во-первых, она должна была обращаться к вам за алиментами ранее. В каком смысле обращаться? Либо она должна была обращаться ранее в суд уже за взысканием алиментов. Ну, я думаю, с учетом фабулы вопроса это маловероятно. Либо хотя бы письменно. Письменно, я имею в виду не сообщение в WhatsApp, а желательно прям письменно по почте, уведомление, то, что я, Иванова Мария Федоровна, прошу, требую оплачивать алименты на вашего несовершеннолетнего сына такого-то реквизита, еще-то такие-то. Вот если, например, вы от нее такое письмо получали, у нее есть некоторые шансы взыскать с вас алименты за последние три года. В иных случаях нет. Объясню почему. В Семейном кодексе у нас также прописано, что по общему правилу при всех прочих равных алименты взыскиваются с даты обращения в суд. Что это означает? Допустим, вот эта вот Мария Федоровна подала иск в суд о взыскании алиментов. Она его подала в суд, ну, не знаю, сегодня у нас какое число, сегодня у нас 9 августа. Вот она подала его в суд 9 августа. Вот с этого дня алименты могут взыскиваться. Понятное дело, что пока вы будете там судиться, разбираться, это дойдет там где-нибудь до октября, до ноября, только тогда алименты начнут взыскиваться, и вот у вас сразу появится долг с августа по ноябрь. Но не за июль, не за июнь, а только с августа. Во всех остальных случаях, если она хочет взыскать за какой-то предыдущий период, она должна доказать, что она обращалась за алиментами и вообще были правовые основания для того, чтобы платить. Здесь как раз вспоминаем наш предыдущий вопрос, который уже сегодня рассмотрели, касаемо вписывания в свидетельство о рождении. У меня был как-то очень интересный кейс. человек работал на очень-очень хорошей работе, получал достаточно хорошую заработную плату, там исчисляемую шестью нулями, и у него вот появился ребенок внебрачный, и мать ребенка как раз захотела алименты, они начали разбираться, но перед этим решили все-таки разобраться, а его ли ребенок. Но так как человек работал в иностранной компании, достаточно известной, очень щепетильно относящейся к своей репутации, британская компания, у них на этом ГЗИК есть. Когда она начала пытаться через своего адвоката обращаться в эту компанию с запросами, то компания расторгла договор с моим доверителем, и его, ну, по сути, уволили. Но так как у нас в российском трудовом законодательстве каких оснований ли уволили, нет, его уволили с золотым парашютом, то есть выплатили ему очень крупную сумму денег компенсации за несколько годовых окладов. Это, ну, несколько десятков миллионов рублей. И когда они пошли судиться за алименты, они, понятное дело, захотели кусок этой суммы и подали иск за последние три года, и там сумма набегала где-то там миллионов 7-8, по-моему, должны были взыскать. И вот мы как раз в суде настаивали на двух вещах. Во-первых, к нам ранее никто не обращался с требованием об алиментах официально. И во-вторых, мы точно не знали, отец это ребенка или не отец. Не была проведена экспертиза, не было установлено отцовство, а, соответственно, взыскивать нельзя. Суд встал в нашу сторону. Он взыскал алименты, но только с даты обращения в суд. Когда уже было установлено отцовство и когда было понятно, что мой доверитель – это правда отец ребенка. А вот на ту крупную сумму руки наложить у оппонентов никак не получилось. Именно как раз по той причине, что не было ни обращений за алиментами, это первое, ни установлено отцовство. Вот эти вот две вещи, собственно, и сыграли нам на руку. Так что теоретически, да, но вероятность крайне маленькая, что взыскать за три года. Это встретимся, наверное, через месяц, через полтора, как обычно. Да, примерно так. Вот. Значит, и поотвечаем на ваши вопросы, которые набегут в WhatsApp. Ну, соответственно, в WhatsApp у вас есть, друзья, и эти вопросы вы можете в течение всего месяца готовить и отправлять на этот WhatsApp. И начинать просто с... На этот WhatsApp пишите вопрос юристу, это сразу попадает в отдельную папочку вопросов юристу автоматически у нас. И потом мы это дело озвучим в эфире. Просто начните с вопрос юристу, напишите свой вопрос какой-то, и этот вопрос может быть озвучен. Все, что вас волнует там и так далее. Ну, и, соответственно, также читайте телеграм-канал, который у Владислава есть, да, а он расскажет про него. Ну, собственно, ссылка будет в описании, там тоже разбираем разные кейсы, и в основном там пишу очень такие, надеюсь, полезные дайджесты, людям вроде бы все нравится, в части того, как действовать самостоятельно. Ну, по крайней мере, стараемся повышать юридическую грамотность. Да, это очень важно. Когда человек юридически грамотный, знает свои права и обязанности, он как бы сильнее, намного сильнее по жизни становится.